Традиционно на выборы всегда выдвигаются кандидаты от четырех партий. Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР. Возможно, будут представители и от других политических объединений. Выдвинуть свою кандидатуру могут и самовыдвиженцы. Любой гражданин может претендовать на должность депутата. Для этого необходимо собрать от 15 до 19 подписей. Не обязательно даже и наличие высшего образования. По всем этим вопросам можно получить консультацию в территориальной избирательной комиссии, которая находится в администрации города. Зарегистрироваться кандидатам нужно до 23 февраля. Мы выбираем одного депутата, потому что дополнительные выборы связаны с досрочным прекращением полномочий депутата действующего. До 22 года. До единого дня голосования, 22 год. Поэтому тут, конечно, и срок небольшой. То есть кандидаты должны взвесить все, что идут не на большое количество времени работать депутатам. Ну, тут у каждого свои мотивы, поэтому посмотрим. Сегодня будет решение избирательной комиссии. Они опубликуют это решение. И, в общем-то, с момента публикации это решение. Стартует избирательная кампания. Выборы будут 12 апреля. Основное внимание уделим тем участковым избирательным комиссиям, которые будут задействованы в выборах. И действительно уже план разработан. Все приглашены, проинформированы. И, как сегодня уже говорилось, да, сегодня у нас будет заседание комиссии, на которой мы будем принимать решение о назначении выборов. И с этого момента стартует избирательная кампания. 24-го будет опубликовано решение. И ждем кандидатов. Мы готовы работать. Надеемся, что население, наши избиратели тоже проявят активность. Избранный депутат будет представлять интересы жителей 2-го избирательного округа. А это порядка 5300 человек. По большей части это жители микрорайона Елунина. Будет работать три участковых избирательных комиссии. Две в школе номер 4 и одна в техникуме имени Назарова, который находится на улице Ленина. Игорь Соколов, Александр Полищук. Новости 11 канала.